МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полтора месяца до выборов президента России и, как предполагалось, меньше недели до послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Правда, в пятницу стало известно, что Кремль перенес выступление на неопределенный срок. Обычно с посланием к Федеральному собранию президент выступает в конце года. На сей раз от традиции решили отойти. Судя по всему, обращение к парламентариям станет подведением итогов о проделанной работе и представлением предвыборной программы единственного фаворита в президентской гонке. В этой связи мы решили вспомнить некоторые принципиальные вопросы движения вперед, как сказал Владимир Путин в своем первом обращении к парламентариям в 2012 году после его победы на выборах. Россия должна не просто сохранить свою геополитическую востребованность, она должна ее умножить. Она должна быть востребована нашими соседями и партнерами. После действия России в Крыму и начала конфликта на востоке Украины Россию в 2014 году исключили из большой восьмерки. В связи с крымскими событиями в том же году Россия была лишена права голоса в пассе. Против Кремля были введены несколько пакетов санкций. Владимиру Путину стало сложно договариваться о встречах со своими западными коллегами. Частота таких встреч заметно снизилась. В НАТО Россию называют очевидным вызовом безопасности. В связи с этим организация начала реформировать свою структуру. Экономика. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны. Тогда как интересы развития России требуют ежегодного роста не менее 5-6% ВВП в ближайшие десятилетия. За последние пять лет самый высокий показатель ВВП был в 2012 году. На протяжении последующих двух лет он снижался. В 2015 и 2016 годах российская экономика даже не росла, а сокращалась. В прошлом году после двух лет глубокой рецессии ВВП впервые показал рост в 1,5%. Пока официальные прогнозы на этот год говорят о росте в пределах 2%. Даже если этого удастся достичь, эта цифра окажется в три раза ниже той планки, о которой говорил Путин в 2012 году. Сельское хозяйство. В ближайшие 4-5 лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия. А затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для нас колоссальные новые возможности. Сельское хозяйство — это та отрасль, где в России действительно наблюдается положительная динамика. По данным Росстата, благодаря росту собственного производства за последние три года удалось снизить долю импорта по основным видам продукции. Некоторых, таких, например, как сыр, даже значительно. Если раньше импортировалась почти половина всех сыров, то сейчас чуть больше четверти. Росту отечественного производства способствовала господдержка сельского хозяйства. Дополнительный импульс дало активное применение такого инструмента, как торговый эмбарго, как против Евросоюза, так и против Турции. Демография. После запуска демографических программ население России стабилизировалось, я уже об этом сказал. А начиная с 2010 года начало расти. Это наше ключевое достижение. Я хочу обратить на это ваше внимание. Говорю это не для того, чтобы сказать, ах, какие мы молодцы. Нет. Я говорю это для того, чтобы мы поняли, что люди нам поверили. Расширили горизонт планирования. С 2013 по 2015 год в России наблюдался небольшой естественный прирост населения. Однако уже в 2016 году тренд развернулся, и смертность опять превысила рождаемость. Согласно прогнозу Росстата на ближайшие 18 лет, к 2036 году население России сократится на миллион. Причем во все ближайшие годы ожидается сокращение естественного прироста. То есть смертность будет превышать рождаемость. Население страны останется более или менее стабильным только за счет миграционного прироста. Нравственность. Закон может защищать нравственность. И должен это делать. Но нельзя законом установить нравственность. Попытки государства вторгаться в сферу убеждений, взглядов людей, это безусловно проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы не собираемся идти по этому пути. Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. В 2013 году были приняты поправки в закон об оскорблении религиозных чувств. Вместо административного правонарушения отныне закон предполагал уголовную ответственность. В том же году Госдума приняла закон о запрете гей-пропаганды. На Западе этот закон называют дискриминационным и нарушающим права человека. Далее последовали закон о запрете МАТа, закон о блогерах, закон о митингах, о запрете анонимайзеров. В список запретительных и ограничительных мер государство можно продолжать. Лейтмотив российского президента всегда лучше, всегда дальше. То же касается и вооружений. Мы всегда должны быть на шаг впереди, заявил на днях Владимир Путин, говоря о вооружении России. Примерно так же изъясняется и его американский коллега. Дональд Трамп уверен, атомный арсенал должен играть важную роль в американской оборонительной стратегии. При этом ученые-ядерщики предупреждают еще никогда с 1953 года мир не был так близок к атомной войне, как сегодня. Вот так демонтируют и обезвреживают атомную боеголовку. Еще недавно Барак Обама выступал за полное ядерное разоружение, но его преемником стал Дональд Трамп. Я хочу, чтобы наш ядерный арсенал был самым большим и лучшим в мире. Мы вложили в него много денег и времени. Он в идеальном состоянии и должен быть еще лучше. США и Россия – две основные ядерные державы. В их арсенале свыше 90% всех атомных боеголовок мира. У России их порядка 7 тысяч, у США – 6 тысяч 800. Но лишь малая часть находится в состоянии боеготовности. После окончания холодной войны Россия и США постоянно сокращали количество боеголовок. Вашингтон и Москва заключили ряд договоров о разоружении. Но в связи с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация может измениться. Российская сторона, похоже, тоже отходит от своих обязательств по разоружению. В частности, по данным НАТО, Москва нарушает условия двустороннего договора о ракетах средней дальности. США уже давно говорят об этом. Все это играет на руку Трампу. Выступая на этой неделе в Конгрессе США, Трамп подчеркнул важность атомного арсенала в американской оборонительной стратегии и сорвал аплодисменты. Мы должны модернизировать наш атомный арсенал, сохраняя надежду на то, что он нам никогда не понадобится. Но сделать его настолько мощным и сильным, чтобы противостоять любым актам агрессии со стороны другого государства или кого-то еще. В конце января физики-ядерщики представили атомные часы, чтобы наглядно показать, что мир сделал еще один шаг к атомной катастрофе. Последний раз эти часы показывали без двух минут 12 в далеком 1953 году. Самый разгар холодной войны. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА серьезно обеспокоено решением спортивного арбитражного суда. Накануне суд в Лазанне признал неправомерным отстранение от Олимпийских игр в Пхенчхане 28 российских атлетов. Что именно обеспокоило ВАДА, а также о других новостях пятницы, в нашем обзоре. Решение спортивного арбитражного суда может вызвать разочарование и огорчение среди спортсменов, считают ВАДА. Кроме того, агентство поддерживает решение Международного Олимпийского комитета внимательно проанализировать аргументацию решения международного спортивного арбитража и рассмотреть возможность подачи апелляции. Мосгорсуд приостановил решение о выдворении в Узбекистан журналиста новой газеты Али Фируза. Это значит, что он может выехать из России не на родину в Узбекистан, а в третью страну по своему желанию. По данным адвоката, все документы для выезда журналиста уже готовы. Имеется паспорт Красного Креста и билет в Германию. Каждый год американский город Панксатони в Пенсильвании становится меккой для туристов. Десятки тысяч человек съезжаются, чтобы посмотреть предсказания сурка Фила. Грызуна выманивают из норы, чтобы он искал собственную тень. Если Фил сможет ее найти, зима продлится еще шесть недель. Если нет, весна будет ранней. В этом году американский грызун сулит нам долгую зиму. В Таиланде, куда любят ездить российские туристы, с 1 февраля начали штрафовать за курение на пляжах. Запрет распространяется как на классику, обычные сигареты, так и электронные. То есть тайцы приравняли современный кальян к обычным сигаретам. Пока в России решают, как относиться к якобы альтернативной сигарете и прочим пускающим пар и никотиносодержащим устройствам, на альтернативное курево перешли уже многие. Та же тенденция и в Германии. Компания «Риккардо» в городке Нойбранденбург – один из крупнейших в Германии поставщиков электронных сигарет и всего, что с ними связано. Заменители изделий из табака становятся все более популярными. Все развивается стремительно, мы едва успеваем реагировать. В отделе рассылки требуется все больше сотрудников. Есть такие прогнозы, что где-то к 2022 году пользующихся электронными сигаретами будет столько же, сколько курящих обычные сигареты. Поэтому мы рассчитываем, что спрос на нашу продукцию будет расти. Электронная сигарета – это современный кальян. В небольшом сосуде создается пар за счет испарения ароматической жидкости с поверхности нагревательного элемента. Жидкости содержат глицерин и иногда никотин, но в существенно меньших дозах, чем табачные сигареты. Процесс такого курения называют парением или вейпингом. Ароматические жидкости, их называют «ликвидс», продаются в кричащей ярких упаковках, как совсем безопасные продукты. Производители гордо заявляют, мол, наконец нашли реальную альтернативу курению. Но так ли на самом деле безвредны электронные сигареты? Специалисты настроены скептически. По сравнению с обычной сигаретой, они вполне вероятно менее вредные. Но это еще далеко не значит, что они совершенно безопасные. При употреблении в аэрозоле могут образовываться и вредные вещества. Человек их вдыхает. И если вдыхать по несколько сотен раз за день, в течение месяцев или лет, то трудно сказать, чем это чревато. В то же время все больше немцев выбирают здоровый образ жизни. За прошедшие 15 лет количество выкуренных сигарет сократилось вдвое. Табачные концерны вынуждены искать новую стратегию и уже начали предлагать собственные альтернативы. Например, Филипп Моррис возлагает огромные надежды на табачные стики. Хотя уже сейчас в Германии насчитывается 2 миллиона людей, пускающих пар из электронных сигарет, эксперты рекомендуют использовать такие приспособления лишь как переходный этап к жизни без табака. А лучше не курить вообще. И здоровье крепче, и деньги целее. С помощью специального приложения для мобильного можно узнать, сколько бросив курить, экономишь. Сразу скажу, за неполный год 2 и более тысяч евро. О развитии событий ДВН расскажут уже на следующей неделе, в том числе и на каналах наших партнеров. Отличных выходных. И если курите, подумайте о сэкономленном здоровье и деньгах. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.